1 апреля состоялось открытие выставки группы карикатуристов «Нюанс» Вячеслава Шилова, Виктора Богорада и Леонида Мельника под названием «Юмор горячего копчения». Работы представлены в ресторане группы компании «Свои в городе» – «Фишхаус». Группа «Нюанс» образована в Петербурге в 1997 году. Это не просто творческий тандем, участники очень дружны. Возможно, в этом секрет столь долгого и успешного существования. Каждый из представителей группы известен в России и за ее пределами. Авторы имеют более 30 медалей и призов, полученных за победы на престижных мировых конкурсах карикатуры. Выставочные работы находятся в частных собраниях более десятка стран и представленных в музеях по всему миру. Вячеслав Шилов и Виктор Богорад рассказали о том, почему группа называется «Нюанс» и не только об этом. Каждый из нас, мы все разные. Но в то же время мы все одинаковы в том смысле, что мы думаем о карикатуре правильно. Ну, в смысле не то, что правильно, а одинаково. Ну, то есть отношения. Одинаково правильно. Одинаково правильно, да. Ну, с какими-то нюансами. То есть у каждого стоит изюминка, может быть. Совершенно верно. И поэтому, когда мы делаем выставку, человек приходит, он видит не одну выставку, а три выставки. Трех разных художников. Потому что есть нюанс у каждого, да? Вот вы популярны за рубежом, насколько я знаю. Вы очень много представляли выставок именно за рубеж. Довелось. Мучилось так. А вот как восприятие российской публики отличается от зарубежного? Одинаково. Ну, а как смысл карикатуры может понять, кто-то зарубежный? Вот если вы на доске школьной напишите H2SO4, я вам клянусь, вас поймет китаец, вас поймет немец, вас поймет американец. Карикатура то же самое. Это формула, которая понятна всем. Ну, дело в том, что если здесь, допустим, мы вот выставляем какие-то работы, потому что это Россия со словами, то когда мы везем выставку за рубеж, то она без слов. Соответственно, интернациональный язык, интернациональное понимание и никаких проблем восприятия. Скажите, пожалуйста, вот 1 апреля, наверное, не случайно этот день выбран, чтобы выставку представить. Как вы относитесь к этому празднику? И разыгрываете ли вы друг друга? Я считаю, что 1 апреля это профессиональный праздник репутинства. Но у нас нет такого авиации. Второе. Разыгрываем ли вы друг друга, но пытаемся, да. Но дело в том, что 1 апреля мы все насторожим. Трудно разыграют. Выставка продлится до 14 апреля. Люди, живущие в ногу со временем и относящиеся к жизни с юмором, найдут для себя много интересного в представленной экспозиции. Анна Филипенко, Валентина Суворова. Специально для Санкт-Петербургского союза журналистов.